Благоприятные дни сентября. 15-го числа произойдет новолуние смелых планов. Эксперты уверены, что оно дается нам для очистки анализа прожитого лунного периода. Подробнее об этом периоде нам расскажет астропсихолог и писатель-футурист Михаил Филоненко. Он выходит с нами на прямую связь. Михаил, доброе утро. Расскажите скорее, в чем особенность этого периода и что обязательно нужно сделать? Доброе утро. Всех вас приятно видеть. Значит, у нас наступает новолуние, вот это новолуние, оно называется новолуние золотого треугольника. Потому что Солнце и Луна, они встречаются в Деве, значит, в знаке Дева. Кроме того, тут присутствуют такие планеты, как, значит, Уран в Тельце и Юпитер. Юпитер у нас в Козероге. И дело в том, что Юпитер это планета благоденствия, планета благоприятных каких-то. Вот можно загадать благоприятные желания. Желание загадывается 15-го числа, но надо успеть, потому что вот первый лунный день наступает в 4.40 утра и длится всего лишь полтора часа, немножко даже меньше, до 6 часов, 06 минут 15-го же, значит, вот сентября. Дальше наступает уже второй лунный день. И вот за этот период надо поставить будильники и загадать какие-то благостные желания для себя. Вот. Дело в том, что сейчас можно загадывать желания и на деньги, и на какое-то, чтобы увеличить какое-то свое, ну, имущественное, так сказать, положение. Вот. Недаром же вот этот, вот эта новолуния, оно сейчас наступает 15-го, но оно наступает после, значит, большого суперлуния. И в этот момент, с 10-го по 13-го, проходил Восточный экономический форум, что очень хорошо, и дало очень хорошие позиции для России. А вот скажите, вот скажите, этот период, я так полагаю, что благоприятный. Еще говорят, что сейчас ретроградный Меркурий, а он работает вроде бы как наоборот, что все идет не по плану, все рушится. Как быть в этом периоде, когда он закончится? Не волнуйтесь, друзья. Дело в том, что ретроградный Меркурий заканчивается 17-го сентября. Осталось ждать совсем немного. И, в общем-то, он унесет все то малое и плохое, что еще было. Но у нас дальше будет действовать еще одна планета, не очень хорошая, Нептун. Это планета интриг. Поэтому вот в этот период после Новолуния ни в коем случае нельзя интриговать, сплетничать о ком-то, говорить плохо. То есть надо думать, да, и надо смотреть только внутри себя. Потому что Дева – это знак, который смотрит, она, скажем так, зациклена на том, что она смотрит внутри себя. И это правильно. То есть надо искать в себе ресурсы для продолжения жизни, для продолжения жизни. Спасибо большое. Да, Михаил, спасибо вам большое за такую информацию. Это очень интересно, мистично и для нас, обычных людей, непонятно. Особенно планета, время интриг. Это очень интересно. Я напомню, с нами был Михаил Филоненко, астропсихолог и писатель-футурист.